Итак, меня попросили рассказать о философии Андрея Бергсона. Я с радостью согласился, потому что это мыслитель чрезвычайно, с одной стороны, интересный, важный, а с другой стороны, он как-то не так на слуху. Если спросить обычного человека, наверное, такой среднестатистический обыватель, скажем, слышал о Ницше, даже если не читал, хотя многие даже читали, скажем, Бергсон, мыслитель, который никак не меньше по значению, чем тот же Ницше, и они относятся к одному направлению философии, которое называют философия жизни, которая существовала в Германии и Франции во второй половине XIX-начале XX века. И прежде всего это направление тогда связывали именно с Бергсоном. Было популярно слово «бергсонизм», «бергсонианство». И именно Бергсон считался таким наиболее репрезентативным и важным философом этого направления при всей важности, уважении, масштабе Ницше. Но сейчас как-то Ницше явно вышел вперед, а Бергсон скорее подзабыт. И это неправильно. А Бергсон, как я постараюсь сказать, оказал колоссальное влияние на весь культурный ландшафт XX века, даже если вы, допустим, специально не занимаетесь философией, там много не читали. Но, опять же, не знаю, у людей, наверное, разные исходные знания и уровень, поэтому я заранее извиняюсь как перед теми, кто все уже знает, и для них это будет ликбез, так и перед теми, кто не знает ничего и кому-то может показаться что-то сложное. Все-таки это не самая легкая философия, и будут специальные понятия и довольно парадоксальные сюжеты. Поэтому, как всегда, такой аудиторий разнообразный, кому-то приходится напрягаться слишком, а кому-то слишком расслабляться. Но для этого, собственно, в конце вопросы. Так вот, повторяю, Бергсон оказал колоссальное влияние на философию, на политику, на науку, на культуру, на искусство, на литературу, на религиозную жизнь XX века. Вот, я сам не являюсь бергсонианцем, сразу скажу, поэтому я не буду выступать как его адвокат, я не являюсь Бергсоноведом, то есть я не посвятил всю свою жизнь его изучению, но это такая ликбезовская лекция, я надеюсь, что достаточно полезная. Как я ее собираюсь построить? Ну, я очень коротко скажу о биографии и личности Бергсона. Я вообще люблю говорить о биографиях и личностях мыслителей, но в данном случае можно это сэкономить, потому что жизнь Бергсона не столь драматична, не полна таких внешних событий, это в основном жизнь мыслителя, книги, преподавания, книги, и можно сказать об этом очень кратко. Потом, собственно, я пройдусь по некоторым основным частям бергсоновской философии, так, буквально несколько основных понятий, блоков, по два слова, ну и в конце, соответственно, о влияниях. Их очень много, и они очень разнообразны. Ну, чего не скажу или что будет непонятно, то спросите. Вот, итак, собственно говоря, перейдем к теме. Итак, Анри Бергсон. Годы его жизни легко очень запомнить. Я люблю такие даты, потому что он прожил ровно одинаковое число лет в 19-м веке и в 20-м. Он родился в 1859 году, то есть 41 год там, и умер в 41-м году века 20-го. 41 год в 19-м, 41 год в 20-м столетии. Ось времени точно разрезает его биографию. Интересное его происхождение. Он, как и другой великий философ в жизни, с которым часто их сравнивают Артур Шопенгауэр, о котором вы тоже наверняка слышали и, может быть, читали. Сразу скажу, если знаете, что такое Шопенгауэр, я бы сказал так. Шопенгауэр, как и Бергсон, говорит об иррациональности, о воле, критикует стиентизм, культ науки. Но если Шопенгауэр пессимист, который считает, что в основе мира лежит что-то темное, злое, ужасное, и можно только как буддистам прийти к жизни отрицанию, то Бергсон все то же самое воспринимает в положительном ключе. Да, в основе жизни лежит что-то иррациональное, стихийное, энергетически заряженное, но при этом все это осмысленно, целенаправленно, не зря, как-то светло. То есть вот в этом смысле Шопенгауэр и Бергсон и похожи, и не похожи тут на друга. Так вот, если Шопенгауэра называют человеком мира, потому что даже отец его, хоть и немец, но был англоманом, и дал сыну имя Артур, который одинаково во всех европейских языках, и Шопенгауэр считал себя не немцем, а человеком Европы и мира, то же самое можно сказать о Бергсоне. Потому что его мама была англичанка, и он провел первые годы своей жизни. Ее звали Катрин, провел первые годы своей жизни в Англии, и для него один родной язык был английский, и он вырос на английской культуре. А отец его был, звучит очень заковыристо, французский, польский еврей. То есть еврей по вероисповеданию и, что называется, этничности, из Польши, но француз при этом, по-граждански. Поэтому, как вы видите, такое интересное сочетание. С одной стороны, англичанка Катрин мама, она была художницей богемной такой среды, привела сыну любовь к искусству, музыке. А отец Мишель, вот этот самый польско-французский еврей, был профессором, композитором. То есть, вот как вы видите, такая среда именно богемно-эстетская. И философия Бергсона, как и вообще философия жизни, очень завязана на искусство. Это один из ее родников, и сам Бергсон будет много заниматься эстетикой, и вдохновляться искусством. И это будет важный родник его философии. Ну, а в итоге получился мальчик-космополит, который всю жизнь был связан с Францией, и скорее называется французским философом, но при этом настоящий человек мира в самом хорошем смысле этого слова. Хотя то, что он еврей по крови и по вероисповеданию, ему часто вспоминали, и, как мы увидим, не раз это приносило ему неприятности. Но он получил очень хорошее, лучшее образование. Сначала учился в колледже Кондарсе, и сначала думал, чем ему заняться, математикой или философией. Первые его публикации были посвящены математике. То есть, смотрите, вот еще как интересно. Бергсон отличается фантастической эрудицией. С одной стороны, мы говорим, искусство, музыка, живопись. Папа – музыкант, мама – художница. А с другой стороны, с детства – любовь к математике. И первые его публикации, которые были математические, и когда он в итоге станет философом, многие его профессора будут говорить, «Эх, мог бы быть таким хорошим математиком, зачем же ты пошел в философию?» Но все-таки в итоге он решил связать свою жизнь именно с философией. Затем он учился в самом, как я понимаю, привилегированном учебном заведении Франции, которое много лет спустя будет заканчивать, например, Сартер, и которое называется, мне всегда это очень веселит, «Эколь нормаль», нормальная школа, да? Но пусть название вас не обманывает, хотя оно и нормальное, но на самом деле это самое привилегированное из всех привилегированных заведений. Да, это самое «Эколь нормаль». Вот. И потом, дальше мы очень быстро пробегаем, повторяю, я очень хочу сэкономить, учитывая такую краткость предполагаемой лекции, его биографию. Дальше его жизнь – это вехи, книги, лекции, выступления, преподавания, ну и некоторые другие события, о которых я сейчас расскажу. Вот. Бергсон написал не очень много книг. Вот маленькое такое литературное обступление. Интересно, что в конце своей жизни в завещании он написал, что просит больше не публиковать никаких своих рукописей, лекций. Все, что он хотел при жизни, он издал. Он очень всегда был кропотлив. Каждой темой, которой он занимался, он занимался буквально всем. Как вы сейчас увидите, он занимался много лет, читал вагон литературы, был очень эрутирован. И книг у него немного. Собственно говоря, 5-6 таких основных глыб за его 50-летнюю жизнь философа. И еще некоторое количество статей и небольших работ. Ну, собственно говоря, вот я люблю таскать на лекции книги, но решил все-таки не привозить в Нижний Новгород полку книг, посвященную Бергсону и своей библиотеке. Но могу сказать, что вот есть огромное такое минское издание, издательство Harvest, такой томик. Примерно 2000 страниц. Когда я его читаю в московском метро, вокруг меня почти люди на всякий случай рассаживаются в разные стороны, боясь, что я их зашибу этой книжкой. Так вот, в этом томике практически все основные работы Бергсона собраны. То есть они влезли в одну книгу, большую, правда. Вот такой вот. Поэтому я перечислю эти книги, самые главные, а потом еще несколько не самых главных. Не уверен, что точно назову последовательность. Ну, примерно. Первая, большая его работа. Опыт о непосредственных данных сознания. Обратите внимание на название. Какие темы интересовали Бергсона? Опыт о непосредственных данных сознания. Его интересует то, что интересовало многих в конце 19 века. Как соотносится психическая и физическая, материя и дух. Попытка докопаться до основы бытия. То, что чуть позже с опорой на Бергсона будет делать, например, Гуссер со своей феноменологией. Вот как добраться до того места, где уже исчезает субъект, объект, дух, материя. А есть что-то вот изначальное, первичное. Опыт о непосредственных данных сознания. Вторая важнейшая его работа. Материя и память. Тоже тема могучая. А затем третья его работа, я не называю годов, введение в метафизику. Четвертая и самое главное. У Бергсона, в отличие от Шпенгауэра или Шпенглера, нет одной главной, которую можно прочитать и сказать, что все, я знаю Бергсона. Нет. Вы можете прочитать «Мир как воля и представление», сказать, что вы знаете Шпенгауэра. Вы можете прочитать «Закат Европы» и сказать, что вы знаете Шпенглера. Но с Бергсоном вам придется читать все 6-7 основных его работ. Так вот, соответственно, какая по счету, да, уже четвертая, да. Книга и самая прославленная, которая выходит в 1907 году, это творческая эволюция. Творческая эволюция. Но это как бы такая его жемчужина, визитная карточка, но все-таки она не исчерпывает всю его философию. И уже в конце жизни, в 1932 году, уже совсем пожилым, нездоровым человеком, он напишет еще одну книгу, которая может быть особенно интересна вам, если здесь люди, интересующиеся политикой, обществом, социальной какой-то активностью. И я о ней тоже скажу особо в конце. «Два источника морали и религии». Это 1932 год. Вот. Можно сказать, что Бергсон – один из великих философов, создавших всеобъемлющую систему. Почему еще трудно его излагать, кроме парадоксальности его мысли, сложности иногда, продуманности? Это то, что у него одна мысль неразрывно связана с другой, как у какого-нибудь Гегеля. То есть нельзя понять одну работу, не поняв другую, нельзя понять другую, не поняв третью. А как бы каждая мысль, она как в здании кирпич, пригнана ко всем остальным. И Бергсон в итоге создал, хотя, может быть, он не ставил изначально такой задачи, философскую систему, в которой есть и антология, метафизика, огромное учение о бытии, о мировом процессе, натур-философии. Он очень много занимался естественной философией и естествознанием. У него есть могучая гносиология, учение о познании, антропология, психология, этика, эстетика. И, наконец, в конце, своим последним трудом, два источника морали и религии, Бергсон увенчал все, создав учения об обществе, религиоведении, культурологии, морали. То есть, в общем, все основные, что называется, разделы философии Бергсон разработал. И они все у него взаимосвязаны очень. И я пытаюсь хотя бы очень коротко наметить такие основные его темы. Но, завершая разговор о сочинениях Бергсона, помимо этих глыб, еще раз их повторю, да, их немного, это опыт непосредственных данных сознания, материя и память, ведение в метафизику, творческая эволюция и, наконец, два источника морали и религии. У Бергсона есть еще несколько небольших шедевров, которые я очень люблю. Они не так принципиальны, как любит говорить один мой знакомый, такие линьетки на полях, да. Но все-таки это, я очень люблю его работу «Смех», исследование комического, да. Очень большой вклад в исследование такой важной проблематики, что такое смешное, почему мы смеемся, эстетика. У него есть отдельная работа о сновидениях, он очень связался с нами. Вот. И много других, которые я не буду сейчас называть. Вот. Но, в принципе, сочинение Бергсона вполне обозримо, повторяю. Вот в одном огромном томе у меня почти все его главные работы, кроме двух источников морали и религии, вместились. Вот. Сразу скажу, чтобы опять не грузить вас слишком сильно всякой литературой, раз уж я сказал, назвал работой Бергсона, что читать о нем. На русском языке есть немало разных хороших или не очень книг, статей. Но я буквально ограничусь одной книгой, которую я заплатил. Это, ну, это лучшее, что написано о Бергсоне. Я знаком, имею счастье быть не очень близко, но знаком с автором. Вот. Ирина Игоревна Блауберг, женщина, которая многие годы переводит, изучает Бергсона. И вот она написала такую глыбу. Да, Ирина Игоревна Блауберг, Анри Бергсон. Кстати, если вы никогда не видели его портрета, вот как выглядит наш сегодняшний герой. Вот. Вот. Это самое фундаментальное. Вот. Ирина Игоревна Блауберг написала о Бергсоне много статей, много его переводила. Ну, вот такой продукт ее, плод ее 30-летних изусканий в области Бергсона. Это вот эта вот замечательная книжка. Вот. Ну, я еще захватил с собой две книги тоже. Это, собственно говоря, два источника морали и религии. Вот та самая его работа по вопросам общества, политики и религии. И еще недавно вышедшая в России переводная книжка швейцарской исследовательницы Фрэнсис Неттеркотт. «Философская встреча. Бергсон в России». Книга не лишена недостатков, но это именно российская рецепция, российское восприятие Бергсон. Вот. Книжка довольно полезная. Вот. Ну, я не хочу сейчас скатываться в подробную библиографию. Только скажу сразу два слова. Итак, Бергсон систематик. Во-первых, который охватил весь колоссальный массив колоссовских проблем. От познания, бытия, мирового процесса, эволюции. Он ставит колоссальные вопросы. Память, время, сон, смех, общество, история и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, мы это сейчас увидим. И еще одно маленькое замечание, пока я этого не забыл. Я думаю, вы это увидите, и мне так легче его излагать. Дальше будет. Для Бергсоновского мышления очень характерно мышление антитезой. Он всегда выстраивает какие-то оппозиции. Пары. Как мы дальше увидим. Интеллект, интуиция, открытое общество, закрытое общество, материя, дух и так далее. Все свои колоссовские произведения он выстраивает вокруг различных таких пар, противопоставлений, оппозиций. И они перетекочевывают из одной работы в другую и образуют вот такие длинные цепочки, которые помогают как-то нам понять и осмыслить его. Вот. Ну, еще два слова, теперь несколько штрихов о его биографии. Бергсон делает с одной стороны блестящую карьеру. Ученого, профессора. С одной стороны, можно сказать, что его жизнь удалась, потому что он становится преподавателем. Ну, некоторые преподают в разных провинциальных городах, типа Клермонт-Перара. Потом он оказывается в Париже, в колледж-де-Франс, и в Сарбонне. Профессор. И Бергсон, чем он велик, да? Он революционер мысли, новатор. Он эрудит, очень добросовестный. По каждой теме он читает библиотеку книг. Вот он изучает немоту, он читает все книги на тему немоты. Он читает память, читает библиотеку о памяти. Эрудиция, новаторство. И еще великолепный литературный язык и великолепные способности оратора. А вот если тот же Гегель был ужасен как лектор, его слушали, но кривились слушатели, да? Нужно было протиснуться сквозь это невнятное бормотание каких-то заумных слов, чтобы понять мировую истину Гегеля. То Бергсон был очень артистичен. Его лекции всегда собирали по Парижа, потому что он приводил какие-то блестящие метафоры. То есть он был артист. Вот это вот сочетание прекрасного литературного языка, ораторских способностей, эрудиции, масштабности мысли, новаторства, да? Сделали бергсонянство невероятно популярным. Он много ездил с лекциями по всем странам Европы, Америки. Настоящий человек мира. И с одной стороны можно сказать, что он достиг высшего, чего может достичь фиософ с такой формальной, суетной стороны, респектабельной, титульной. Он становится академиком Французской академии наук, как его называют, Академия Бессмертных, да? Он становится президентом Академии моральных и политических наук Франции. А затем, после Первой мировой войны, была создана Лига наций, дедушка нынешней Организации Объединенных Наций, или бабушка, да, учитывая, что она Лига и она Организация женского рода. Так вот, а при ней была бабушка нынешней ЮНЕСКО, которая называлась Комиссия по интеллектуальному сотрудничеству. И Бессмертон возглавляет эту комиссию, то есть, да, академик, глава Комиссии по интеллектуальному сотрудничеству. И, наконец, еще одна очень важная такая формальная веха его биографии, тоже удивительная, в этом он уникален. В 1927-1928 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе. Вы спросите, ну, кому не присуждали Нобелевскую премию по литературе, да, можно вспомнить Камю, например, или Сартра, отказавшемуся от нее. Но тут в чем оригинальность? Бергсон единственный в истории философ до сих пор, который получил Нобелевскую премию по литературе за философский трактат. Не как Сартра за повесть слова и так далее, не за художественное премие, за философское. То есть, вот за творческую эволюцию, за философский трактат Бергсону присудили Нобелевскую премию по литературе. То есть, видите, все звезды, все, что называется, звездочки в погонах. И в то же время жизнь его не была сладкой. Ему доставалось, как евреи. Например, были ультраправые фашисты, которые назывались перед Первой мировой войной Аксион Директ. О, извините, Аксион, не, Аксион Директ. Говорился Аксион Францесс, конечно. Аксион Директ тоже есть, но это не то. Аксион Францесс, да, французская акция. Вот, они в 11-м году нападали на Бергсона, и в том числе пытались физически напасть, именно как на еврея. Мы знаем про традиции, со времен дела Дрейфуса, традиции французского антисемитизма. Потом, в 20-е, 30-е годы Бергсон много болеет, его здоровье слабеет, уже почтенный возраст. Ну и финал его жизни будет довольно печальный, о чем я еще скажу. Что еще надо сказать? Да, ну, повторяю, это очень яркий человек, по-видимому, очень симпатичный человек, общественник такой. По своим политическим взглядам он был либерал, но я скажу, каковы его вообще взгляды на общество и политику, и из них можно сделать самые разные выводы. Огромное влияние в культуре, огромное влияние в философии, в массу учеников. Еще два слова о его религиозных взглядах. Бергсон был формально иудеем, потом он как-то немножко охладел к иудаизму. В 13-м году, как у всех приличных людей, его труды включили в католический индекс запрещенных книг. То есть католической церкви сильно не понравилось то, что он пишет, как мы знаем, и Декарт был в этом ряду, и кто только не был. Ну, в отличие от какого-нибудь 16-18 века, включение в индекс католических запрещенных книг не означало сразу немедленного сожжения на кострах. Но мы понимаем, что католической церкви он сначала не нравился. Но в 20-е годы начинается такой процесс взаимного сближения. Вообще, маленькая ремарка. В 20-м веке во Франции происходит ренессанс католицизма. Появляется множество мыслителей, течений. Можно вспомнить Пиара де Шардена, можно вспомнить неотомистов, можно вспомнить этих писателей, типа Бернаноса, католиков. И Бергсон начинает присматриваться к христианству, ну, к католической его версии, к христианской мистике, о чем я сейчас скажу. А католические мыслители начинают как-то впитывать его идеи. И в 20-е и 30-е годы происходит такая взаимная конвергенция. Бергсон, в общем, уже близок к тому, чтобы стать христианином. Но почему он им не стал формально? В 30-е годы он сказал, что я хочу остаться с теми, кого будут убивать, с теми, кого будут гонять. Я не могу отречься от веры евреев, потому что это те, кто сейчас угнетены и подвергаются дискриминации. И поэтому формально он так и остался иудеем, хотя к христианству он имел такую тенденцию, о чем я еще сегодня скажу. Вот. Ну, и две последние ремарки биографические. Во-первых, о том, как он, собственно, умер. И, во-вторых, о том, кто на него повлиял. Как я уже сказал, конец жизни Бергсона трагичен. Если вы посмотрите, 41-й год, вы понимаете, что это за дата. Франция, значительная часть Франции оккупирована нацистами, другая часть – это вишистский режим. И в Париже в начале 41-го года объявляется, что все евреи должны явиться на унизительную процедуру регистрации. Понятно, что ничего хорошего с ними не будет. Но, правда, Бергсону правительство говорит, что вы такой великий, вы такой замечательный, мы вам можем присвоить звание почетный ариец, и вы можете не проходить эту регистрацию, учитывая ваши исключительные заслуги перед Францией. Но Бергсон сказал, не нужно мне вашего почетного арица, я пойду со всеми регистрироваться. А он был старенький дедушка, очень больной, пришел, простоял несколько часов, заболел, пневмония, через два дня он умер. То есть вот такая вот смерть в оккупированном Париже, в ситуации начавшихся антисемитских гонений и геноцида. И, в общем, такая, я бы сказал, в чем-то героическая смерть, с отказом получить подачку за свои заслуги. Но похоронен он в Пантеоне, и там соответствующая надпись Анри Бергсону, философу, чьи мысли делают честь Франции и человечеству. Вот, это о финале его жизни. И два слова о том, какие он испытал влияния. Бергсон вобрал в себя очень много, одно перечисление тех, кто на него повлиял, займет, наверное, несколько часов, поэтому я ограничусь очень кратким замечанием. Бергсон очень хорошо знал историю философии, хотя неровно, поэтому, если говорить только о самом главном. Вы очень, может быть, удивитесь, но одно из самых сильных влияний, которое мы находим у Бергсона, это неоплатоники. И мы увидим, что некоторые основные идеи античного неоплатонизма, ну, философия такая штука, что в ней нет прогресса, нет ничего нового. Все старые сюжеты, старые мысли на новый лад. И мы увидим, как идеи, высказанные Платином в третьем веке нашей эры, находят удивительное воплощение философии Анри Бергсона спустя 17 веков. Поэтому обратите внимание, неоплатонизм, да, Платин конкретно. Дальше я к этому еще вернусь. Бергсон испытал влияние Спинозы. Многие общие черты у них, как мы дальше увидим. Испытал влияние, конечно, Декарта, как все французские философы. Паскаля, романтика. На него влиял формирующийся вовремя психоанализ. В юности Бергсон отдал дань позитивизму конкретно Спенсеру. Потом он от этого очень сильно отошел. То есть тут очень-очень много разных влияний. Повторяю, вот начиная от неоплатонизма и других античных философов, из которых особо стоит выделить Гераклита. Гераклитовскую мысль. И кончая какими-то именами, которых никто из нас не знает, кроме русских специалистов. Это мощная традиция 19 века. Французские спиритуалисты, начиная с Мэнды Бирона, Бутру, учителя Бергсона и других мыслителей французских, которых даже французские философы, я думаю, мало знают, которые изучали человеческую психику, интроспекцию, спиритуализм, то есть влияние духа и так далее. Но это, в общем-то, очень много разных влияний, которые Бергсон пережил. Сейчас я, прежде чем нам углубиться в разные основные понятия и части его философии, я хочу высказать несколько деклараций, чтобы вы за деревьями не потеряли леса. Философия Бергсона имеет несколько названий. Одно из них интуитивизм. Ее так называют, зато невероятное значение, которое она уделяет интуиции, как вы сейчас дальше увидите. Другое название спиритуализм. От слова «спирит-дух». Философия Бергсона тоже исходит из мысли о духовном начале мироздания, о чем мы тоже дальше поговорим. Но также можно назвать философией Бергсона философией свободы, творчества и активности. Актуализмом часто ее еще называют. Потому что это философия, которая понимает мир как процесс человека и вообще все сущее, как непрерывное творчество, которое ставит в основу угла свободу, как основу основ. Да, то есть, повторяю, философия Бергсона это философия не только интуиции или духа, но это философия свободы, творчества и действия. И еще последнее такое общее замечание. Скажу еще одно умное слово, может быть кто-то не знает, я поясню. Философия Бергсона, как и вся философия жизни, радикально холистична. Холизм. Что такое холизм? От латинского хол, или греческого, не помню, холиз. Целостность. То есть антиредукционизм. Вот редукционизм это сведение сложного к простому. Это просветители, это позитивисты. Да, вот как, я думаю, все имеют представление о философии просвещения. Стремление сказать, весь мир, машина, человек, машина, там, все общество вытекает из географических факторов, в каком он туске, ну и так далее. Так вот, холизм это антиредукционизм. Бергсон защитник целостности. Целое не сводимо к своим частям. Новое не сводимо к старым. Движение не сводимо к моментам покоя. Философия Бергсона принципиально холистична. Вот это очень важно. И Бергсон берется в своей философии показать, что человек не сводим к животному. Философия не сводима к науке. И духовная не сводима к материальному. Вот, то есть импульс Бергсона холистичен. Целостность. Это очень важно. Так же, как для него характерны вот эти антитезы и оппозиции. Но, повторяю, заранее извиняюсь как за краткость и тезисность дальнейшего изложения. Так и за то, что все-таки я буду говорить о непростых вещах. Хотя сам Бергсон нам помог тем, что дал какие-то потрясающие часто картинки, образы, метафоры. Которые я, конечно, сейчас буду нещадно эксплуатировать. Чтобы, если уж он к ним прибег, то и мне сам Бог велел использовать их для донесения каких-то сложных мыслей до вас. Но давайте теперь обратимся к ним. Первый блок, о котором надо сказать, это как Бергсон представлял себе вообще мироздание. Или, скажем так, он спорит с концепцией эволюции Спенсера и Дарвина. Дарвин считал себя спенсорианцем, как известно. Починником Спенсера. Да, знаменитого позитивиста. Так вот, что такое реальность? Ну, во-первых, Бергсон считается крупнейшим представителем, наряду с Ницше, Шопенгауэром, философии жизни с большой буквы. Я сейчас не хочу вообще говорить о том, что такое философия жизни и что такое жизнь. Слово жизнь неопределимо. Это то, что в старой философии означало бытие. Жизнь это как бы попытка обновить метафизику. Бытие со времен Параменида и до XIX века статично, жизнь динамична. Бергсон говорит, в становлении больше, чем в бытии. Жизнь это тотальность, жизнь это что-то иррациональное. Вообще, понятие жизни становится очень популярным в конце XIX века. И растет биология, тот же дарвинизм, и культурная философия. И вспомните там, допустим, блок «Узнаю тебя жизнь, принимаю и приветствую звоном счета». И так далее, и так далее. Жизнь как такая всеобъемлющая метафора, которая встает на место бытия. Бергсон не отрицает метафизику, он ее обновляет в полемике с позитивизмом. Так вот, и первое, что я хочу вам передать, для Бергсона нет вещей, есть только процессы. Мир вечно динамичен, мир вечно творится. Когда мы видим что-то застывшее, это некая иллюзия, несовершенство, связанная с нашим познанием. Но это очень важно понять. И как понять мировой процесс? Бергсон говорит, есть две традиционные концепции, скажем так, эволюции, развития. Если не брать, а сейчас Дарвина. Более широко, вообще, что такое мировое развитие. Одна концепция восходит еще к демокриту, и называется она детерминизм. Почему? Все почему? Да, в пределе это, как известно, развил Лаплас, который говорил, что скажите мне, как все в мире устроено, опишите мне миллионы факторов, и я вам скажу, как все будет еще миллионы лет. Вот, мир механистичен, мир тотально предопределен, все из чего-то, все почему-то, нет случайностей. Случайность это только то, причина чего мы не знаем. Вот, в общем, от демокрита через Лапласа, идеи детерминизма. Почему? Все детерминировано, все имеет причинно-следственные связи, все необходимо. Это один взгляд на мир. Есть противоположный взгляд на мир, казалось бы, который восходит уже не к демокриту, а к Аристотелю, который получил название телеологизма, отречество слова телос, цель, целеполагание. Не почему, а зачем все. Зачем звери идут на водопой? Зачем, как сказал бы Аристотель, камень падает на землю. Все не почему, а зачем, все к чему-то стремится, все куда-то, все для чего-то. Казалось бы, это две противоположные концепции мироздания. Детерминизм демокритовский, лапласовский и телеологизм Аристотеля и множество других философов. Но Бергсон говорит, и та, и другая концепция тебя не устраивает. Почему? И там, и там нет места для свободы, нет места для новизны, для творчества. И там, и там все предписано, и там, и там все, уже нет места ни для чего творческого. А жизнь, говорит Бергсон, это творчество. Вот важнейшее его понятие, наверное, многие слышали, это понятие жизненный порыв и творческая эволюция, как, собственно, и называется одна из его самых известных книг. Мир недетерминирован и не телеологически предопределен. А Бергсон, пытаясь описать свое понимание жизни, свое понимание мира, приводил разные образы. Я приведу некоторые его образы, я один собственный образ. Он иногда прибегал к образу гранаты, которая взрывается, и из каждого осколка гранаты вылетает своя граната. Или вот представьте себе растение, которое растет сразу во всех направлениях, сталкивается с сопротивлением среды, здесь застывает, здесь застывает, здесь прорывается, дальше идет. То есть, вот идея такого взрыва, идея роста, идея творчества, идея созидания, невыводимости всего из старого, свобода, творчества, как основа мироздания. Другой образ близкий, который приводит Бергсон, это ракета, которая взлетает, она взлетает, она творит, но потом поры послабевает, и обломки ракеты падают на землю. И вот эти обломки мы называем материей. Кстати, Бергсон, как и многие пиософы, пытался встать над антитезой субъект-объект, материя-дух, еще восходящий к Декарту и дальше. Он говорил, что материалисты сводят все духовное только к веществу, идеалисты объявляют реальность в наше представление, и то, и другое неправильно. Просто то, что мы называем материальными вещами, это жизнь в момент ослабления своего творчества. Это момент инерции, это момент упадка. То, что когда творческий порыв слабеет, вот фрагменты ракеты падают, это мы называем материя. Подобно Спинозе, Бергсон не хотел делить материю и дух, или сознание и материю. Он не хотел сводить, как вульгарные материалисты, духовную жизнь к мозгу. Он говорил, да, мозг помогает духовной жизни, но он не является ее источником, и все оттуда не выводится. Ну и так далее. И, наконец, еще один образ, тоже берксоновский, очень простенький, еще проще, чем с ракетой и с гранатой. Он говорит, вот смотрите, жест, я поднимаю руку, а потом ослабеваю, и рука падает. Но я ее снова поднимаю. Вот, чтобы поднять, требуется какая-то энергия, преодоление среды. Потом энергия иссякает, и рука бессильно падает. Но она может быть снова поднята. Вот все эти образы с ракетой, с гранатой, с рукой, это все берксоновские образы. Но я могу привести еще свой собственный доморощенный образ на эту же тему. Вот я часто прибегаю к нему. Это поток лавы. Живая лава — это жизнь. Это процесс. Это непрерывное созидание, творчество. А когда лава застыла, это мертвые вещи. Это вот то, что постигает научное рациональное познание, материальные объекты и так далее. Вот, в общем, вот мне важно донести до вас эту его центральную идею. Идею жизненного порыва, творческой эволюции, отличающуюся и от арминизма, демокритовского, плацовского, и от телеологизма Аристотеля. Да, повторяю, вся философия Бергсона, чем она мне, как анархисту, дорога, это философия свободы, творчества, созидания, действия. Да, ну, я об этом еще поговорю. Хотя, конечно, Бергсон к этому только не сводится. Но это со мной его папос. Так вот. Но тут вы можете сказать, а как же, даже если мы все, как я, например, не очень хорошо знаем физику, учили ее в школе, но мы все слышали, наверное, про такую штуку, как второй закон термодинамики, суть которого сводится к тому, что все сложное распадается, все теплое охладевает, энергия рассеивается, энтропия в мире существует. Это же факт. Физика не попрешь против нее. Она нам это говорит, да, живое становится неживым, горячее холодным. Бергсон говорит, разве это не так? И так, и не так. Бергсон говорит, что в мире действуют два противоположно направленных вектора. Вот вам те антитезы, о которых я говорил. Вот вам первые антитезы, да? Да, наряду с этим очевидным вторым законом термодинамики, энтропия, распад, деградация, упадок, охлаждение, живое становится мертвым и так далее. Сложное становится простым. Параллельно идет противоположный процесс, который, собственно, Бергсон и описывает. Я бы сказал, что это два лифта, да? Как вы видели, у лифта железка идет вверх, он вниз. Железка вниз, он вверх. А противотоком вот этой тенденции идет другая тенденция к усложнению, к самоорганизации, к созиданию, к творчеству. Мир – это столкновение двух вот этих процессов. И, собственно говоря, Бергсон – это даже не два разных процесса, как в случае с ракетой, как в случае с лавой. Это один и тот же процесс, увиденный как бы с двух сторон, изнутри и извне. И поэтому наряду с упадком есть созидание. Наряду с распадом есть самоорганизация. Наряду с деградацией смерти есть творчество. Антиэнтропийный процесс. Удивительно, чудесно. Замечу, что Бергсон, мы, скажите, глубоко религиозный, но его религиозность, она очень не на поверхности, она не декларативная. Если Шопенгауэр глубинно верит, что мир – зол, как писал юный Шопенгауэр, в основе мира лежит злой дьявол, который нас мучает, и весь мир – это мучение, и надо от этого бежать, то Бергсон как бы внутренне верил, что в основе мира лежит некое сверхсознание или божественное начало, или еще что-то. Да, конечно, все непредсказуемо, все недетерминировано, все свободно, но все-таки скорее мир движется к созиданию, к творчеству, чем к распаду, деградации, упадку. Это такие глубоко религиозные основания, которые запрятаны у Бергсона до поры до времени в основании его философии. Вера, скажем так, в то, что мир не только разлагается, но и созидается. И сразу кину камешек вперед, забегая вперед, я дальше еще в конце поговорю о влияниях Бергсона. Замечу, что из этих мыслей Бергсона выросла одна такая штука, про которую, наверное, все слышали. Сейчас очень модная тема, междисциплинарная область, очень активно развивающаяся последние 50-летия, в современной науке, в философии, которая, мне кажется, должна быть интересна, в том числе и анархистам тоже. Это синергетика. Что такое синергетика? Синергетика – это учение о самоорганизации, учение о движении от хаоса к космосу. Прям привет от Прудона. Анархия – мать порядка. Так вот, синергетика как раз и говорит о том, как, начиная от Пригожин, который ее создал, был химиком, а сейчас синергетика есть и в социологии, и во всех остальных областях. Это как раз и есть ровно то, о чем говорил Бергсон. Антиэнтропийные процессы на всех уровнях бытия. В этом смысле Бергсон – это только одно из многих его скрытых влияний на современную мысль и культуру – может считаться таким дедушкой синергетикой. Потому что он ровно про это и говорит. Про процессы самоорганизации, творчества, созидания. Но это так, в скобках. Давайте двигаться дальше. А дальше нас ждет самая сложная лично для меня мысль Бергсона, и самая ему дорогая. И тут, наверное, вам будет наиболее тяжко, и мне будет наиболее тяжко ее до вас донести. Но я не могу, как порядочный человек, ее скрыть. А изложить ее в двух словах сложно. Это Бергсоновская концепция времени. Или длительности. Времени-длительности. Сам Бергсон считал это главным стержнем всей своей философии. Он к ней пришел еще в своей работе «Опыта непосредственных данных сознания», потом «Материя и память» и дальше развивал ее. Но это самое трудное у Бергсона, наверное. Ну, лично для меня. Это отчасти, может быть, напоминает какие-то мысли Хайдеггера времен бытия и времени. Ну, давай, отчасти Шпенглера. Ну, давайте посмотрим. Бергсон говорит, что есть два понимания времени. Когда мы говорим слово «время», мы используем два совершенно разных образа времени. Первый образ времени пришел из естествознания. И это время, в сущности, не время, а пространство. Мы привыкли понимать время пространственно. Что это за понимание времени? Время как счет на единицах. Как он говорит, как жемчужное жрелье. Секунда равна секунде, и они нанизываются, и одна секунда не может проникнуть в другую. Что характерно для такого понимания времени, естественного времени? Это счет на единицах. Она понимается, скорее, как что-то вне нам положенное, пространственное, как что-то однородное. Минута равна минуте, час часу, год году. Необратимое. Мертвое. Да, пустое. Вот как этот метр. Ну, не метр, там. Час. Да, в системе Си какой-нибудь. И так далее. Вот. Это одно понимание времени. Но Бергсон противопоставляет этому пониманию времени, пространственному, как он говорит, мертвому, счетному, однородному, необратимому. Другой образ времени, которое совпадает с самой жизнью. Время-длительность, как он называет. Время, которое мы можем пережить. И тогда, и время оказывается совпадающим с самой тканью бытия. Как у Хайдеггера, отчасти мы это видим, когда он говорит о темпоральности бытия, бытии и времени. Так вот, это время, оно совсем другое. Какое оно? Во-первых, оно неоднородное. Секунда не равна секунде, минута не равна минуте. Когда мы убиваем время, час за часом, это тянется медленно. А когда есть важнейшие моменты нашей жизни, одна секунда может стоить года. Это время, которое есть сама ткань жизни, само творчество, само созидание. Кроме того, это живое время. И что очень важно, вот это очень важный момент, это время обратимое. Время физики необратимо. Время длительности, о которой говорит Бергсон, обратимо. И вот тут Бергсон выходит еще на одну очень важную тему, которую надо упомянуть. Это тема памяти. Как я уже говорил, одна из работ Бергсона так и называется «Материя и память». Подобно Августину, Аврелю Августину, который тоже повлиял на Бергсона. Если вы читали «Истинность Августина», у Августина есть потрясающее рассуждение о времени, где он говорит, что время связано с человеческой субъективностью, что времени нигде нет, кроме как у нас самих. Да, где оно прошлое, его уже нет, где будущее его еще нет, где настоящее оно ускользает и так далее. Оно как бы задается через человека и завязано на человека у Августина. И Августин говорил, что стержень человеческой личности – это память. Вот Бергсон рассказывает похожую мысль. Он говорит, что память демонстрирует нашу несводимость только к мертвой материи, к животности, к детерминированности. Память демонстрирует – это такая машина времени, которая может переносить нас в прошлое, которая может отрываться от настоящего и так далее. Ну, в общем, я очень упрощаю, очень примитивизирую, повторяю, все-таки невозможно за час рассказать о мыслителе, который писал 50 лет и разработал такую громадную философию. Я могу только декларировать. Память демонстрирует превосходство духа над мертвой материей. И говорит Бергсон, хотя, строго говоря, у него дух и материя не играют с чем-то разделенным, с двумя разными субстанциями, как вы уже поняли. И память – это такая машина времени, сердцевина человеческой личности, стержень нашего самосознания, да, как сказал бы Кант в трансцендентальной ленинской перцепции, да, то, что делает нас самими собой. Вот, и, в общем, вот два времени, да. Опять мы видим антитезу, да. Давайте подытожим немножко. Два взгляда на мир. Мир, как набор застывших мертвых вещей, застывшая лава, и мир, как процесс. Мир, как жизнь, мир, как творчество. Два взгляда на время. Мертвое время, счетное время физиков, и время длительность, время, как ткань самой жизни. Время переживаемое, неподчиняемое причинно-следственным связям, постигаемое изнутри, а не извне, обратимое, качественное, неколичественное, неоднородное, да. Вот, ну, сказав два слова о времени, это самый для меня лично сложный момент у Бергсона, пойдем дальше. А дальше нас ждет то, что условно можно назвать его теорией познания, и что очень тесно связано, как вы понимаете, со всем предыдущим и последующим. Тут надо только сделать одну ремарку. Что характерно для философии жизни, и для Бергсона в частности, ну и для Ницше, например. Теория познания всегда очень антологична, потом это перейдет в дистанциализм. В отличие от Декарта, и даже Канта, не так, что вот есть мир, есть мы, мы смотрим на мир, мы его созерцаем, мир где-то там, мы где-то здесь. А познание, ну, у Ницше это будет называться перспективизм, да, как скажет, или как скажет Артега и Гассет, нельзя смотреть на мир анонимным зрачком. Познание – это уже способ овладения миром. Познание – это уже действие. То есть познание не есть абстрактное созерцание, субъект-объектное, вот я, вот мир. Нет, познание – это некоторый способ оформления мира, проникновения в мир, действия в мир. Повторяю, в этом смысле гносиология антологична у Бергсона и у других философов жизни, у Ницше, а потом это будет и в дистанциализме. Вот это очень важное замечание. Так вот, и Бергсон говорит о нескольких видах познания. Ну, прежде всего, он вводит два таких понятия, как интеллект и инстинкт. Он говорит, что природа в своем разошлась двумя путями, животные пошли путем инстинкта, человек путем интеллекта. Каждый из этих способов освоения реальности имеет свои плюсы и минусы. Давайте разберемся кратко, что это такое. Инстинкт, который развивался у животных, инстинктивное познание, это способ познания самой реальности, связанной с органикой. Он непосредственный. Интеллект, который стали развивать в себе люди, это знание не вещей, а лишь отношение между вещами. Но, с одной стороны, он не так непосредственный, он более абстрактен, мысли причинно-следственные и так далее. Это способ создания орудий, орудий различных, овладения миром при помощи этих орудий. С одной стороны, интеллект дал нам возможность покорить мир, создать теории. А, с другой стороны, интеллект уводит от живой жизни, потому что это именно отношения, а не вещи. А интеллект помогает подчинять мир. Но какой мир? Мир материальный, мир застывший, мир непроцессуальный. Вот. То есть, вот есть два пути. У каждого есть свои плюсы и минусы. Инстинкт животных, интеллект человека. С интеллектом Бергсон связывает науку. Как все философы жизни, он не отрицает науку, но считает, что у нее должны быть свои рамки, границы. Она не... Он антистинентист, хотя и не враг науки. Вот. И, наконец, он вводит еще одно важнейшее понятие. Интуиция. Да, на секундочку. Значит, давайте вспомним, что на Бергсона очень повлияли неоплатонию. Давайте оглянемся на то, что я только что рассказывал. Когда я говорил о Бергсоновском понимании мира, жизни, если вы немножко знаете историю философии, немножко слышали о неоплатонизме, то Бергсон прямо признается, что его понятие творческий порыв, творческая эволюция, жизненный порыв очень близко к понятию плотина эманация. Эманация неоплатонизма это истечение, это, собственно, связь между божественным началом и миром. Да, вот. Ну, не буду сейчас читать лекцию о неоплатониках, но, в общем, обращаю ваше внимание, что понятие эманации плотина, по словам самого Бергсона, вдохновляло его, когда он разрабатывал теорию жизненного порыва. Так вот, почему я это сказал сейчас, почему я это вспомнил? Потому что понятие интуиции Бергсона навевает нам другое, еще более известное понятие неоплатоников, плотины и других, понятие экстаз. Что такое экстаз неоплатоников? Дословно, экстаз, иступление, исхождение, выход за. Это такой сверханациональный способ слияния человека с единым, с Богом в неоплатонизме. Непосредственное постижение божества. Важнейшее понятие неоплатонизма. Вообще, об интуиции, конечно, до Бергсона говорили многие. Как вы помните, Декарт говорил об интеллектуальной интуиции, например, Платон об эдетическом интуитивном видении мира эйдоса. Но ближе всего понятие интуиции Бергсона к понятию экстаза неоплатоника. Что же такое интуиция? Бергсон говорит, интуиция это инстинкт, который становится бескорыстным и созерцателем. То есть, он как бы берет достоинства и инстинкта, но и отчасти интеллекта. И дальше Бергсон строит все уже на позиции не инстинкт интеллекта, а интуиция интеллекта. Ну, очень коротко я опишу суть этой позиции. Интеллект связан у Бергсона с наукой, а интуиция с метафизикой, философией и с искусством. Ну, очень коротко. В чем их разница? Как говорит Бергсон, интеллект это взгляд на жизнь извне жизни. Когда мы постигаем отдельные застывшие вещи, но не процессы. Когда мы постигаем мертвое, а не живое. Расчленяем, анализируем. Это уровень абстракции, это уровень каузальности, причинные следствия и так далее. То есть, взгляд на жизнь извне жизни. Поэтому наука полезна, но она не знает жизни. Как говорит Бергсон, интеллект утилизуется непониманием жизни. А интуиция это взгляд на жизнь изнутри самой жизни, связанный с чувствованием, с переживанием. Давайте теперь чуть-чуть, я буквально чуть-чуть на этом остановлюсь. Итак, во-первых, интеллект всегда корыстен. Он всегда, как вся наука, в основном ориентирован на какую-то пользу. для чего-то, зачем-то, создание орудий, подчинение природы. Интуиция бескорыстна. Интуиция художника, интуиция мистика, интуиция философа. Интуиция бескорыстна. Дальше. Интеллект всегда субъект объекта. Вот я, вот мир. Я изучаю мир изменения. Как не трудно догадаться, интуиция, чувствование, сопереживание, преодоление субъекта объектного разделения, интуиция непосредственная. Два. В-третьих, интеллект всегда фрагментарен. Интеллект не знает целого. Именно поэтому он не знает жизни. Жизнь целостна, фатальна. Интеллект все дробит. И тут Бергсон использует такое понятие забавное. Он говорит о кинематографичности интеллекта. Как раз в это время изобрели синематограф, то есть кино. А вы знаете, что кино это когда запускают пленку и очень быстро показывают кучу кадров. И вот Бергсон говорит тысяча кадров в Париже это еще не Париж. А Бергсон подчеркивает, что интеллект всегда дробит мир на кусочки. Он не может схватить целого. Интуиция, как вы понимаете, целостна. Итак, интеллект корыстен, интеллект опосредован, субъект объектен. И комментарий. Интуиция бескорыстна, интуиция непосредственна, интуиция целостна. И еще одно очень важное отличие. Интеллектом нельзя постичь движение. А интеллект всегда знает вот это застывшее время. Время множества моментов. Но он не знает времени длительности. Он не знает самого движения, самого развития, самого творчества. Потому что он пытается понять жизнь извне. И тут Бергсон приводит один хрестоматийный пример. Наверное, многие из вас даже если вы не очень знаете историю философии, этот пример знаете и поймете. Помните, был такой знаменитый философ досократического периода греческой философии, как Зенон Элейский, который придумывал опорьи. Помните, хелеса черепаха, стрела. И это не софизм, это реальные очень глубокие противоречия. Все они, говорит Бергсон, в связи с тем, что помните, напомню вам, если кто забыл, стрела. Самый яркий пример. Зенон Элейский говорит, из лука выпущена стрела, где находится стрела в каждый момент своего полета. Нигде не может быть. Где-то. В каждый момент полета стрела где-то находится, выспокоится. Дальше, интересный вывод. Движение состоит из множества моментов покоя. Взрыв сознания. То есть, как только мы пытаемся мыслью понять движение, наше сознание взрывается, как оно взорвалось у Зенона Элейского. И другие опори на ту же тему. Так вот, Бергсон говорит, все правильно, потому что интеллект не может понять движение. А интуиция может. И проблема современной культуры в том, что в ней интуитивное начало оттеснено на задний план. Это слишком стейнтизированная культура, слишком технотикратизированная, слишком интеллектуализированная. Интеллект не знает жизни. Повторяю, нельзя редукцировать философию к науке. Также нельзя редукцировать дух материи от человека к животным. Поэтому философия Бергсона и получила в частности название интуитивизма. Пойдем дальше, поскольку все наверное уже подустали. Предпоследняя часть моего короткого выступления. Сказав совсем коротко об взглядах Бергсона на познание, на мир, на время, на интуицию, интеллект, давайте обратимся к тому, что может быть кому-то будет наиболее интересно. это его взгляды на общество, религию, мораль, культуру, историю. Повторяю, это его последняя книга 1932 года, два источника морали и религии, где он достраивает свою систему и развивает мысли, которые он высказал в своей метафизике, теории познания и так далее, делает выход на общество, на культуру, на мораль. Очень коротко. И тут мы видим, как везде у Бергсона антитезы, оппозиции. Очень коротко. Бергсон говорит, можно сказать, что всякое общество тяготеет к одному из двух типов. Закрытое общество или открытое общество. Всякая мораль тяготеет к одному из двух типов. Закрытая мораль или открытая мораль. Всякая религия тяготеет к одному из двух типов. А статическая религия или динамическая религия. Итак, как бы обводим фигурной скобкой, Когда закрытое общество, закрытая мораль, статическая религия, они у нас хорошо рифмуются с интеллектом, с временем мертвым, с миром как застывшими вещами, если мы обратимся к предыдущим аппетитезам. И с другой стороны мы получаем такую триаду. Открытое общество, открытая мораль, динамическая религия, они рифмуются в свою очередь с интуицией, с жизнью как творческим порывом, с временем, длительностью. Что же это такое? Да, вы меня сразу спросите, это реальные общества, реальные религии, реальная мораль, так описывается Бергсон? Нет. Как сказал бы Вебер, это идеальный тип. Понятно, что чистого примера открытого или закрытого общества или статической динамической религии нет. Но Бергсон оговаривается, что большая часть реально существующих обществ, морали, религии тяготеет к первому, к закрытому типу. Это традиционный тип общества, он более распространен. А вот то, что Бергсон описывает как открытое общество, открытая мораль и динамическая религия, это скорее его идеал, это его утопия. Это то, чего он хочет. Это то, к чему общество может и должно прийти. Хотя какие-то проблески этого, как мы дальше увидим, присутствуют в существующих в истории обществах и культурах. Но давайте разберемся все-таки, что же это все значит. Итак, я уже привел аналогии. Еще раз, закрытое общество, закрытая мораль. И давайте рассматривать цель ускорения все вместе. Статическая религия коррелируется у Бергсона с застывшим мертвым миром вещей, с временем мертвым, с засилием интеллекта, с взглядом на мир извне, непониманием жизни. Так вот, закрытое общество, это общество, где коллектив доминирует над личностью. Где основные императивы, это страх, агрессия, тревога, свой, чужой. Вот наше племя, вот вражеское племя, туда не ходи, там враги. Отсюда вытекает соответствующая закрытая мораль. Какая? Это табу, предписания, запреты. Вот, не ходи туда, получишь по рукам. Вот кнут, вот пряник, набор жестких догматов, предписаний. А что это за религия такая статическая? Это религия догматическая. Религия, которая веществляет отношения человека с божественным. Которая формализует всю религиозную жизнь человека. Вот, следуй таким ритуалам, обрядам, поклоняйся этому, верь в это. Очень жестко все оговорено. В общем, короче говоря, закрытое, повторяю, общество, закрытая мораль и статическая религия, это религия, мораль и общество авторитарные, противостоящие другим обществам и моралям, в которых доминирует запрет, предписание, общее над индивидуальным. А что такое тогда, как вы можете легко догадаться, открытое общество? Что такое открытая мораль и что такое динамическая религия? Это такой тип общества, в котором человек движим не страхом, а свободой и любовью. Один инкаратив, будь свободен, твори, люби. Понятно, что в реальности таких обществ мало, если вообще есть. В котором люди не враги, а братья и сестры. Универсальность, а не границы. Не мы чужие, а мы все люди, все люди, так сказать, в каком-то смысле едины. Не бойся, трепещи, выполняй вот эти предписания. Я позволю себе сразу проверить, если кто-то из вас хорошо знает философию, например, Николая Бердяева, современника Бергсона. У Бердяева есть похожая мысль об этике закона и этике творчества. Бердяев говорит, что вот есть законническая мораль, вот набор скрижалей, делай это, 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 а есть творчество. Бог хочет от человека только для того, чтобы человек творил, а не подчинялся, не валялся в пыли, ниц перед Господом и так далее. Вот это очень похоже на то, о чем говорит Бергсон. То есть открытое общество и открытая мораль, это мораль и общество, которое исходит не из границ, а из всечеловечности, братства и сестренства, любви, свободы, творчества. Ни страха, ни табу, ни запретов, ни скрижалей. А что такое тогда динамическая религия? А динамическая религия, это религия мистическая. А что такое мистика? Мистика это чувство переживания, присутствия Бога, да, не овеществление отношения человека с Богом. А романтики видели основу религии именно в переживании, присутствии бесконечного, да, абсолютно. А, и вот, ну, вы спросите, а примеры, примеры? Бергсон приводит некоторые примеры тех, кого он считает глашатаями вот этого идеального, как ему кажется, желательного, оптимального, открытого общества, открытой морали и динамической религии. Вот, пожалуйста, вам примеры. Пророки иудаизм. Да, вспомните, что такое иудаизм и что делали пророки. Пророки занимались тем, что разобъективировали отношения человека с Богом. Они говорили, не поклоняйся камню. Камень это только камень, да, не своди Бога к камню. Вот, то есть отношения человека с Богом не должны быть овеществлены. Вот вам пример динамической религии. Дальше. Сократ, говорит Бергсон. Сократ, отказывающийся писать свои учения, говорящий, что он вообще не учитель, призывающий каждого быть самим собой, пробуждающий в человеке личное начало. Вот вам Сократ. Христос, отказывающийся записывать свои учения, призывающий к свободе, к любви. Да, какие-то христианские мистики, да. Вот те, указывает на кого Бергсон, кто является вот такими вот представителями, скажем так, этого самого открытого общества и динамической религии, открытой морали в существующей культуре. Повторяю, если первое общество, первая мораль первой религии более чем реальны, конкретны, в той или иной степени, то второе это скорее вот мечта. Да, замечу, если вы немножко знаете историю социологии, может быть это тоже будет полезно. Что когда Бергсон формулировал эти концепции, он опирался на такого известного французского социолога, как Тарт, и спорил с таким еще более известным отцом французской социологии, как Дюргейм. Да, Эмиль Дюргейм, который говорил, что религия это только такой креативный институт, чтобы всех сплотить, построить, повести стадом, а там коллектив над личностью и так далее. Вот Бергсон строит свои социальные взгляды в полемике с Дюргеймом и в согласии с Тардом, известным социологом и психологом французским, если эти имена кому-то что-то скажут. Вот, ну вот, ну, можно на этом поставить многоточие, поскольку можно бесконечно говорить о философии Дергсона. И я перейду к последней части, о которой мне очень хочется поговорить. Это влияние. Ну вот я обрисовал вам очень коротко какие-то основные мысли, ходы мыслей Дергсона. Да, повторяю, философа свободы, творчества, актуальности, действия, да, его философии, начиная от антологии, кончая этикой и религиовидением, каким-то религиозным учением. Влияние Дергсона колоссальное. Даже вот у меня не хватит пальцев рук и ног, чтобы основные перечислились. Но я поэтому очень коротко просто их назову. Давайте пройдемся по разным областям культуры. Начнем, конечно, с философии. Во-первых, Дергсон оказал огромное влияние на экзистенциализм. В разных его версиях, я уже сказал, о параллелях с Хайдеггером. Учеником Дергсона был, например, Габриэль Марсель, французский знаменитый католический экзистенциалист, очень уваживлявшийся Дергсоном. Идея времени и длительности, критика сцентризма и так далее. Дергсон, как и другие философы жизни, как и Митше, оказал огромное влияние на экзистенциализм. Раз. Два. Дергсон оказал огромное влияние на такое направление культуры, философии, Франции и России, как космизм. Вы, наверное, слышали такие имена, как Николай Федоров, ну, конечно, Циолковский, Дернацкий, Чижевский. А во Франции Бьерто Ярдо Шарден, а еще не такое известное имя Леруа. Именно Леруа придумал теорию ноосферы. Дернацкий только у него позаимствовал. Да, вот Леруа был учеником Бергсона. Что такое космизм? Космизм – это течение культуры Франции и России, который говорит о том, что человек – часть природы. Природа не бессмысленна, есть некое сверхсознание, некая направленность эволюции. И человек берет на свои плечи эту ношу эволюции, движется вперед. Очень многие идеи, как вы можете догадаться, созвучны Бергсону. И космисты, французский Леруа, Теярдо Шарден, ну, русский не знаю, не уверен, но, по крайней мере, французский космизм с Бергсоном очень связан. Два. Продолжаем обзор философии. Значит, три. Такое направление, чисто американское направление философии – это прагматизм. Такой Уильям Джеймс, наверное, многие слышали. Он считал Бергсона своим учителем, потому что философия – действие. Ну, не буду дальше развивать. Кто знает о прагматизме, поймет. Итак, прагматизм. Американский прагматизм – это чисто американское течение. Три. Дальше. Ну, теперь обратимся от философии к науке в широком смысле слова. Я уже сказал, Бергсон – притеча синергетики. Учение о самоорганизации на всех уровнях бытия, творчестве, созидании, движении от хаоса к космосу. Такого модного сейчас, может быть, немножко затасканного, слишком модного, но все равно очень интересного. И, на мой взгляд, созвучного анархизма, потому что анархизм ровно об этом и говорит. О движении от хаоса к космосу, об анархии как матери порядка и так далее. Бергсон оказал огромное влияние на Эйнштейна. Эйнштейн говорил, что он вдохновлялся… Вот вам о влиянии философии на науку. Что он вдохновлялся бергсоновскими мыслями о времени и длительности, его взглядом на мировой процесс, на эволюцию. Но я не силен в Эйнштейне, поэтому ограничусь этим. Просто повторю, что вот сам Эйнштейн читал Бергсона своим философским учителем. А это о чем-нибудь договорит. А если мы от наук естественных обратимся к гуманитарным, то вот вам еще одно громкое имя, наверное, всем известное – Тойнби. Джозеф Тойнби – великий английский историк и философ, один из создателей цивилизационной концепции истории. Тойнби был бергсонианцем. Если вы вспомните основные идеи Бергсона, история, как взлеты и падения, вызов-ответ, творческое меньшинство, такой энергийный взгляд на исторический процесс, это навеяно во многом Бергсона. Тойнби – не чистый, но во многом бергсонианский философ. Посчитаем его сюда тоже. Это что касается философии… Да, ну, еще завершая, может быть, философию и науку, хотя, конечно, можно бесконечно говорить, это такое течение, как неотомизм, то есть французская и католическая философия. Жан Моритен и Тиан Жельсон вдохновлялись Бергсоном. И тут маленькая ремарка на тему «Мы плавно переходим к Бергсон и религии». Если вы немножко знаете историю религии 20 века, вы знаете, что в 20 веке происходит такое понятие, как аджорноменто, то есть обновление католицизма. Католицизм сбрасывает в себя свои духовные скрепы, приходит к тому, что надо быть более современным, заниматься и социальными вопросами, быть открытым к обществу и говорить не только на старой латыни, и вообще как-то обновляться и социально ориентироваться и так далее. Так вот, во многом процесс обновления этого, ну, вы, наверное, знаете, Второй Ватиканский саппорт, знаменитый, который принял кучу всяких решений по обновлению католической церкви. Вот этот процесс обновления католической религии во многом, ну, не могу сказать, что целиком был инициирован Бергсоном, но Бергсон очень сильно на него повлиял. Вот вам неожиданный выход на религиозные процессы. Это что касается религии. Пошли дальше. Давайте теперь немножко по какому литературе и искусству. Тут целая куча влияний, но только несколько очевидных. Бергсон очень тесно связан. Я не буду сейчас, я не искусствовед. Это, наверное, потребует отдельного виртуозного разбора. Я слишком слаб в живописи и в искусстве. Поэтому просто позволю себе указать, что Бергсон очень связан с импрессионизмом. Что такое импрессионизм? Попытка схватить мгновение, передать ощущение, пережить переживания, мгновения, время длительности. Тут существует масса параллелей между Бергсоном и живописи французского импрессионизма. Просто указываю на это тесные связи. И продолжая тему литературы и искусства, Бергсон очень повлиял на великую поэзию французского символизма. Прежде всего, Поле Валерии, ну и других, Артюра Рамбо. Вот, Валерий считал себя учеником Бергсона, очень его высоко ставил символизм. И целый ряд великих писателей 20 века считали себя бергсонианцами. Ну, достаточно вспомнить Бернардо Шоу, который говорил, что его основные идеи начинаны Бергсоном, в частности, его знаменитая пьеса «Назад к Макусаилу» и другие. И можно... Да, Марсель Пруст. Марсель Пруст. Это тоже отдельная тема. Бергсон и Пруст. Да, в поисках утерянного времени. То есть, Бергсон повлиял на импрессионизм, на символизм, на Шоу, на Пруста. Можно продолжать называть всякие великие имена писателей, поэтов. Повторяю, но я не слишком хорошо знаю культуру 20 века, и у нас не слишком много времени, поэтому ограничусь этими именами. Наконец, поговорив о философии, то есть, Бергсон изменил весь литературный ландшафт, культурный ландшафт. Он бросил целый ряд идей о новом понимании человека, мира, природы, творчества, истории, общества. И, наконец, поговорим под занавес о том, что, может быть, вам интересно, тоже о политике. Из Бергсона следуют прямо противоположные политические выводы. Кто только не считает себя бергсонианцами. Крайне правый и крайне левый. Забавно, что Бергсон сам был либералом, но я не слышал, чтобы либералы сильно любили Бергсона, кроме одного примера, очень яркого. Поппер. Карл Раймонд Поппер, вы знаете концепцию закрыто-открыто общества, он его догадывает, с у кого он его свыровал. Ну, творческий разбил, конечно. Вот. Поппер. Карл Раймонд Поппер с его концепцией закрытого-открытого общества идет по стопам Бергсона. Это если брать либеральную середину золотую. А если мы теперь поговорим о крайнях. С одной стороны, из Бергсона вышло огромное количество крайне правых. Монархистов, фашистов. Почему? Понятно почему. Они брали у Бергсона, как и у Ницше, например. Идеи там, ой, там, долой разум, даешь там творческая личность, пассионарность, там все такое. Ну, в общем, можете сами себе представить, какие тут возникают параллели, учитывая все это. В общем, очень многие французские, и не только французские, итальянские, монархисты, ультраправые, фашисты, вдохновлялись Бергсоном. С одной стороны. А с другой стороны, очень многие ультралевые. С одной стороны, такая великая фигура, очень значительная, которая имеет отношение и к анархизму, и к фашизму, и к большевизму одновременно, как Жорж Сорель. Да, великий французский мыслитель, отец-теоретик революционного синдикализма, который связан был с анархизмом, но при этом его широкой французской души не мешало любить ему Солиния и Ленина. Вот, в конце жизни, из которого что только не вышло, вот Сорель издавал журнал, который он называл, знаете как, как бергсонианское левое. То есть он взял Бергсона и радикализировал его. Что он сделал? Он сказал, вот, Бергсон говорит о творчестве, а мы говорим трудящиеся. Трудящиеся – это эманация творчества. А Бергсон говорит спонтанность, созидание, довольно скучные партии. Он берет идеи Бергсона в духе такого Макса Вебера, критика интеллектуализма, рационализма. Рационализм усредняет, капитализм – рынок, парламентаризм усредняет людей, штампует их. Нет творчества, качественность, а не количественность, созидание, спонтанность, синдикаты и так далее, и так далее. Отсутствие сциентизма. Сорель – такая очень крупная фигура, на очень многих повлиявшая и ко многому имевшая отношения. Повторяю, называл себя бергсонианской левой, издавал соответствующий журнал. Бергсон был некоторым ужасом, он говорит, я ничего такого не имел в виду. Все-таки такой обычный, благонамеренный либерал, а тут вдруг какие-то такие революционные выводы из него делают. Но, повторяю, это же можно сделать. Огромное количество анархистов. Я не скажу вам за всех всемирных анархистов, но скажу, что лучше знаю Россию. Это отдельная тема, русские анархисты и Бергсон. Три имени, может быть, они кому-то что-то скажут. Во-первых, мой любимый персонаж Алексей Алексеевич Поровой. Во-вторых, такой книжник Ветров, был такой интересный анархист. И еще очень крупная фигура, Юда Соломонович Гроссман-Рощин. Три русских анархиста, теоретика бергсонианца. Гроссман-Рощин написал замечательную статью, которую он напечатал в СССРском журнале «Заветы». Бакунин и Бергсон. Оказалось, что очень много общего у Бакунина и Бергсона. Тут как раз стали возвращаться к забытому Бакунину с его философией. Как Бакунин говорил, бунт жизни против науки. Бергсон говорит, бунт интеллекта, интуиции против интеллекта. Спонтанность, творчество, свобода, созидание. Оказалось, что Бакунин и Бергсон, хотя, конечно, Бергсон вряд ли знал о Бакунине, а Бакунин не знал о Бергсоне, поскольку умер, когда тот еще маленьким был. У них очень много общего. И в начале 20 века в русском анархизме возникает такая идея «Назад к Бакунину», в философском смысле от Кропоткина. И тут вдруг оказывается, что надежит очень похоже на Бергсона. И очень многие философы начинают бакунизировать Бергсон и бергсонизировать Бакунина. И из идеи открытого и закрытого общества вытекает, что давай любые авторитеты, любые табу, любые скрижали. Бергсон останавливается на либерализме, а почему мы должны останавливаться? Мы можем идти дальше к анархизму, спонтанность, творчество, свобода, без всяких границ, без всяких жестких запретов. И так рассуждает Алексей Боровой, так рассуждает Иуда Гроссман Рощин, так рассуждает Книжник Ветров. То есть, повторяю, политические выходы Бергсона очень разные. Очень разные. От монархистов и фашистов, до анархистов и синдикалистов. Вот. Я завершаю уже свою лекцию, которую, наверное, немножко затянул. Ну, в общем, примерно уважился. Так вот, чтобы осталось время для ваших вопросов и реплик, я хочу сказать, что я не являюсь, повторяю, ни Бергсона ведом, ни Бергсонянцем. Я не исследователь Бергсона, я не последователь Бергсона. Моя цель очень скромная. Не склонить вас всех к записаться в левую Бергсонианскую левую, а-ля Сарель. Вот. Цель познакомить вас с этим действительно очень значительным, очень крупным мыслителем, который, как я попытался показать, особенно в последней части своей лекции, огромное влияние, без которого не понять ни то, ни сё, ни это, ни пятое, ни десятое, да, повторяю, уж никак не меньше Ницше. Да, синергетика, Бергсон, открытое общество Бергсон, Тойнби, да, обновление католицизма, импрессионисты, символисты, анархисты, фашисты, да, всюду какие-то мыслители, люди, движения, вдохновляющиеся теми или иными аспектами бергсонианской философии. Поэтому знать её в любом случае стоит. Может быть, у кого-то после сегодняшнего разговора захочется, возникнет желание почитать, прибегнуть, что называется, к первоисточникам, или к хорошим книгам, как вот Блауберг о Анри Бергсоне. Повторяю, задача моя очень скромная, надеюсь, что я её хотя бы отчасти выполнил, вот, учитывая наши полевые условия. Вот, видите, мы с вами в лучших античных традициях, прям на руинах ампитеатра. Вот, говорим о философии. Вот, спасибо за долготерпение. Теперь, наверное, можно обратиться к вашим вопросам и репликам. Да, наверное, ещё можно себе выпить. Выпить святое. Ничего? Серьёзно? А, ну да, ладно. Я понял. Хоккей. Первый вопрос связан, собственно, с метафрой, вот, про растения, да, которые растут в все стороны, но где-то встречается сопротивление, а где-то порывается. Вот. Был ли философии Бергсона какой-то концепт сопротивления, потому что, ну, для американского романтизма, да, сопротивление реальности, одной из центральных идей, был у него такой-то намерки этого. Спасибо. И второй вопрос по поводу Тарда и, собственно, Бергсона. Если я не ошибаюсь, то Бергсон был чуть ли не преемником Тарда в коллеже де Франс. Вот какие у них точки, как раз, влияния Тарда на Бергсона? Спасибо. Я очень коротко отвечу. Сразу на второй вопрос, потому что очень мало по нему знаю. Потому что, ну, то есть, я смутно сейчас помню какие-то личные взаимоотношения. Я знаю, что Бергсона было близко сближение психологии и социологии, да, Тардовская, вот эта вот тема, Тард, как известно, одним из первых поднял тему психологии масс, да, и так далее. То есть, вот, психологизация социологии, но, скорее, для него он союзник против Дюргейма. С его такой тотальностью, таким вот социоцентризмом жестким и так далее. Вот. Это все немногое, что я могу сейчас вспомнить про Тарда, к сожалению. Что касается сопротивления, мне кажется, что вообще в философии Бергсона очень много семян, которые он сам не развил, он их бросил, как я уже сказал, а кто хотел, мог брать и туда-сюда развивать. То есть, в таком глубинном философском смысле сопротивление, как противостояние костной среде, оно, это одна из главных идей философии Бергсона в самом широком смысле слова, да. То есть, творчество, это именно преодоление инерции, энтропии, да. То есть, в этом смысле Бергсон постоянно об этом говорит. Если речь идет о сопротивлении уже в таком очень конкретном политическом смысле, как мы говорим, например, о Генри Дэвиде Тора, о гражданском неповиновении, да, который ушел на несколько лет в леса, построил хижину и отказался платить налоги и повлиял на Толстого, да, и сказал, что не буду платить налоги проклятому американскому государству, да, задолго до Мартина, Лютера, Кинга и Ивана Николаевича. Вот. Бергсон в этом смысле нет. Он был законопослушным, профессором, либералом, никуда в леса не уходил и не призывал, так сказать, ничего такого, да. То есть, сопротивления вот в таком очень конкретном смысле гражданского неповиновения нет. Конечно, повторяю, что, на мой взгляд, анархисты, которые сближают Бергсона с Бакуниным, идея спонтанности, творчества, или как Бердяев, который назывался христианским анархистом, говорит о этике творчества, преодолевающей этику законничества, да, отрицание любых табу, запретов, скрижали. Мне кажется, что это очень логичное и совершенно не искусственное развитие идеи Бергсона, но сам Бергсон так их не развивал. И, повторяю, шарахался от Сореля, когда тот на него ссылался все время. Вот я хочу сказать, что с Бергсоном не согласен, вот, по некоторым пунктам, да, например, про то, что память выделяет человека из неживой природы и животного мира. Ну, про неживую природу сейчас не готов говорить, да, хотя тут тоже можно поспорить, но там все на грани научности, да, пока утверждения такие будут. Но то, что память вот именно в человеческом виде присутствует практически у всех высших животных, да, что они могут воспроизводить события прошлого, да, вот. Вот, это, в общем-то, факт доказан, и отчасти он даже очевидный, и был очевиден уже в то время, да, то есть все можем вспомнить там спящую собаку, которая от кого-то убегает, да, или от кого-то там пытается цапнуть, вот. То есть она видит вполне человеческие сновидения, да, то есть сейчас уже это подтвердено тем же энцефалограммами, которые, в общем-то, ну, говорят о скорости процессов нервных, вот. Вот. И то, что, допустим, человек пошел по пути интеллектуализма, в отличие, это выделило и из животного мира, да, тут тоже такого, такой четкой границы нет, вот. Вот, потому что, ну, если считать интеллектом некое наущение, да, то оно присутствует, наверное, у всех высших животных, да, вот. И наоборот, инсинкции редуцированы не только у человека, да, там, но и у всех гоминид, вот. То есть, ну, может быть, это не так было очевидно на границе, там, 19-го и 20-го века, вот. Это просто такая маленькая реплика из своего багажа опознания. Ну, я не буду долго спорить или как защищать Бергсона или комментировать, потому что это большая тема, и я действительно недостаточно готов по ней дискутировать. Ну, когда Бергсон говорит о памяти как о важнейшем ядре человеческого самосознания, о таком творческом, что ли, такой чудесной творческой штуке, которая не просто механически воспроизводит воспоминания, а способны как-то их преломлять, связаны с фантазией, воображением, переносом нас в другие времена, вот. Мне кажется, что тут надо понимать, что он имеет в виду под памятью, да, именно связь ее с глубиной человеческой личности, самосознания, рефлексии, воображения. Вот, я только хотел это прояснить, вот. По поводу интеллекта, но тут вопрос, как мы определяем интеллект, просто важно понять, что под ним понимал именно Бергсон, а не другие мыслители. Да, интеллект как такое абстрактное, каузальное, причинно-следственное, внешнее мышление, да, несомненно, что оно мало присуще животным, да, то есть способность к сильным таким абстракциям, отделению от реальности, отделению себя от своих состояний, конструированию каких-то орудий и построению причинно-следственных цепочек. Ну, я думаю, что даже у гоминид при всем к нему уважении вряд ли это сильно присутствует. Вот, вот то, что я хотел прокомментировать. Еще, можно дополню, вот как-то практика, практика 20-го века показала, что все-таки закрытые общества, в них с интеллектуализмом хуже, если считать под интеллектуализм именно развитие науки, что все-таки наука лучше, лучше, лучше идет вперед в открытых обществах. Ну, так считал Польдер. Вот, ну, как-то вот современная практика, она сделала утверждение уже, можно сказать, очевидным. Даже в советское время, да, то есть для, скажем так, касты ученых, да, и всех, кто к ним был приближен, да, было куда больше свобод, просто подозреваю, потому что руководство страны отчасти это как-то шкурно понимало, да, что если, если он хочет, чтобы страна была на уровне, то придется некоторым давать побольше свободу, в частности, в частности познания. Да, например, там, в Артамасе 16 многие, многие, многие физики вполне были знакомы с, с тем, с того же Маркуза читали, да, вот, так внезапно узнал, общаясь, да. Так что вот, тоже небольшое несоответствие. Да, тут я не буду даже комментировать, но хочу сказать, что с вашей идеей в высшей степени это одна из самых любимых мыслей как раз Поппера, Попперовской теории, поскольку он органично связывает свою философию науки с либеральной концепцией открытого общества и говорит, что если общество, где должны конкурировать разные идеи, развиваться, формироваться наука, оно, ему должно соответствовать определенной степени открытости, да, вот, насчет Бергсона, не буду сейчас здесь как-то это развивать, вот, да, пожалуйста, еще. Ну, вот, это, скорее даже на вопросе, просто некоторое уточнение, вы вот начали свою лекцию с тезиса о том, что если Шопенгауэр это пессимист, да, то Бергсон это оптимист. Ну, вот, если просто, в некий параллель, да, у Шопенгауэра в его, не знаю, какой-то работе, там, они считают, что только горе всех жить, но он говорит, что человеку, можно понять, для него существовали только некую иллюзию и некую, ну, как бы, некий обман. В принципе, у Бергсона, вот, если следовать его интеллектуальность, вот, этому интеллекту, этот интеллект тоже дает возможность понять только, вот, некий обман и только иллюзию. Тогда, получается, где у Бергсона вот это метафизическое зерно оптимизма, это понятие интуиции, можно считать его вот этим оптимистическим зерном? Нет, спасибо за вопрос, да, вопрос очень хороший, да, на понимание, он позволяет мне это прояснить, спасибо большое. Вот, да, нет, конечно, оно не в области гносиологической, хотя, конечно, как вы поняли, у Бергсона все неразрывно связано, нет, скорее речь идет о самой метафизике религии, просто, ну, вот, как бы, изначальная интуиция переживания мира Шопенгауэром, что в основе всего лишь, да, энергия, но эта энергия злая, бессмысленная, страдательная, а-ля Будда, да, мир, ну, как он, по-моему, первая благородная истина, жизнь есть страдания, да, учит наш буддизм, который так любил Шопенгауэр, а сам он, повторяю, вот, где-то лет в 15 писал, что в основе мира лежит злой дьявол, который нас мучает, да, вот это вот глубинное переживание до того, как он еще стал большим философом, и стал все это как-то, он так это чувствовал, да, то есть, да, все бессмысленно, все страдает, и больше всего страдает человек, потому что ему больше всего надо, он больше всего от всего зависим, больше всего желает, а желание от неудовлетворенности чем-то, отсутствие чего-то, и поэтому, в общем, мир есть страдания, ну, из этого страдания есть какие-то ирозации выхода, типа искусства, там, аскетизма, ну, в общем, все плохо, вот. Бергсон тоже говорит, что в основе мира лежит жизненный порыв, иррациональная творческая сила, созидание, но, хотя он прямо это не проговаривает, но все это базируется на вере, которая потом перейдет к тем же космистам, как Вернадский скажет, ну, не можем же мы сейчас погибнуть в какой-нибудь ядерной войне, не зря же 14 миллиардов лет, что-то возьми, эволюция шла, нас создала, это для чего-то нужно, а вот, в принципе, да, вот про это, то есть Бергсон как бы говорит, что да, конечно, детерминизм нет, телеологизм нет, все не предопределено, все свободно, ответственность, но все-таки, все-таки, да, как я уже сказал, он не разделяет жестко материю и дух, для него это два аспекта одного и того же, увиденное с двух сторон, но как бы жизнь, это некое сверхсознание, некое божественное начало, которое не бессмысленно, которое не существует только, чтобы нас мучить, да, да, через свободу, через искание, через провал, через ошибки, но у него есть вот потрясающая цитата, я не буду сейчас ее зачитывать, но одна из самых известных, где он говорит, что весь мир, растения, животные, у него, он сравнивает всю природу с кавалерийской атакой, он говорит, что весь мир, растения, животные, люди в едином строю мчатся куда-то вперед и этому натиску нет преград, даже, может быть, смерть будет сметена, вот, то есть, вот, то, что именно такая религиозная метафизическая предпосылка, его мироощущение, она в том, что все не зря, творчество не просто мучение, бессмысленное страдание, а в конце смерть, да, вот, вот, про это идет речь, а не о способах познания мира. Могли бы вы, возвращаясь к теме понимания Брюксона, памяти, времени, о его влиянии на поле рекера, что-то прокомментировать? Почти нет, я, спасибо за ваш вопрос, как известно, рекер отчасти феноменолог, да, вот, и отчасти герменевтик, да, соединим герменевтику и феноменологию, вот, вот, Гуссерль, отец феноменологии, назывался я бергсонианцем. Очень многие мысли Брюксона, кстати, я забыл об этом сказать, когда я говорю о влиянии, да, не только там экзистенциализм, не только неотомизм, космизм, прагматизм, но и феноменология Гуссерля, в очень многих своих основаниях она связана с Бергсоном, с попыткой добраться до, скажем так, той точки, но вот очень характерно для 20 века стремление снять присущий Декарту и последующих философий субъект-объектную оппозицию. То есть, вот, у Гуссерля это называется феномен, да, скажем, в империокритицизме это называется опыт, там, где нет материи, духа, субъекта, объекта, есть опыт, мир, копички опыта, да, говорили как-нибудь Мах, Авинариус. Гуссерль пытается добраться до рефлексивной основы мироздания. Вот сам Гуссерль говорил, что я бергсонианец, вот, поэтому я, единственное, что я могу сказать, понятно, что Рикер француз, и, наверное, поскольку вся французская философия 20 века, все-таки Бергсон такая великая фигура, что он очень сильно повлиял на первую половину 20 века, да, и, я уже сказал, Марсель, Моритен, Шарден и многие другие. Но я слишком слабо знаю Рикера, поэтому, но я уверен, что как минимум через феноменологию Гуссерля вот так вот влияние было. Спасибо. Я, интересный микрофон, да, я хотел спросить про понимание времени, вот, связь у Августина и у Бергсона, но, насколько я понимаю, у Августина все время схолопывается в такую вот точку настоящего, которая внутренне переживается, да, вот у него есть такая триада настоящего, настоящее прошлого, настоящее-настоящее, настоящее будущего, а у Бергсона оно тоже внутренне переживается, но как длительность, но это же абсолютно разные понимания времени, как точки и как длительности, где, собственно, да. Нет, я не хотел сказать, что он никогда абсолютно так детственно. Понятно, что, даже если какие-то из-за классовские, так же, как, например, понятно, что интуиция Бергсона не совсем совпадает с экстазом плотина, а жизненный порыв не совсем совпадает с эманацией неоплатоников. Даже там, где Бергсон опирается на предыдущих мыслителей, он не обязательно их повторяет полностью, да. Просто вот как совершенно правильно было сказано сейчас только что, сама вот эта мысль, время, которое завязано на человеческое переживание, время, как некая суть мира, но данное нашему сознанию, да, вот да, это то, в чем, так же, как память, внимание к феномену памяти, которую Абгустин тоже придавал огромное. Тут их совпадение, и Бергсон говорил, что да, Абгустин, он кое-чем обязан, но это не значит, что он, конечно, во всем с ним согласен. Разумеется, но все-таки, да, другой контекст, там 1600 лет прошло, как-никак, так же, как из плотина, кстати. Так что, конечно. По поводу метафоры лавы, мне стало очень интересно, когда лава, то есть материя застывает, принимает какую-то форму, остается ли у ней какая-то частичка сознания, которая была присуща общему потоку, то есть становится она бездуховной, бессмысленной, неосознающей себя, либо что-то все-таки такое ей присущее. Спасибо большое, замечательный вопрос. Так же, как, говоря об открытом и закрытом обществе, Бергсон подчеркивает, что это всего лишь модели, и, разумеется, в реальном обществе всегда присутствует, ну, скажем, Сократ, да, вот Сократ, певец открытого общества, но появился он в слишком закрытом и выпил цикута в результате, да, то есть, так же, как Бергсон говорит, что, да, например, инстинкт и интеллект противоположны, но каждый из них несет в себе чуть-чуть от другого, они и противоположны, но они в то же время и имеют нечто общее, вот, столкновение с внешней средой творчества, ну, скажем так, я приведу очень простой жизненный пример, Бергсон любил какие-то совсем простые примеры, вот мы приходим в жизнь, да, и мы думаем, что от нас что-то зависит, мы свободные люди, потом мы понимаем, что мы родились в определенной стране, принадлежим к определенному там полу-гендеру, возрасту, среде, касте, классу, эпохе, что у нас есть начальники, что нам приходят единокомпромиссы, конформизм, значит ли это, что мы совсем теряем свободу? Нет. Но, конечно, эта свобода сильно помятая, обломанная, ущербная, подшипленная, вот, но это не значит, что мы полностью стали просто машинами, которые стали функциями, и не имеем совсем свободы выбора. Вот, то же самое у Бергсона везде, да, то есть, он говорит, ну, я не помню сейчас точных цитат, естественно, что, конечно, жизненный процесс, у меня уже спрашивали о сопротивлении, в широком смысле слова, наталкиваясь на внешнюю среду, слабее, вот я приводил Бергсонский пример, жест, да, рука падает, но она может быть поднята снова, это не фатально, да, это, как бы, это антитезы, но они несут в себя друг друга отчасти, да, в самой нашей порабощенности, инертности, энтропии, несвободе, все-таки есть зачатки бунта, творчества, сопротивления, и наоборот, как Сократ среди Афинин. Вот я бы так прокомментировал ваш замечательный вопрос. Время вы человека как-нибудь понимаете у Бергсона или нет? Ну, я уже сказал, что с точки зрения Бергсона нет духа и материи, нет, скажем, там, интуиции и интеллекта, строго говоря, да, вот, если вы знаете Спиноза, вы поймете, о чем речь, да, помните Спиноза, который выступил против Декарта, и очень повлиял на Бергсона, да, который говорил, что нет материальной субстанции и духовной субстанции, а есть одна субстанция, которая является им вещью мыслющей и вещью протяженной, да, одновременно, каким-то образом. Вот так же и Бергсон говорит, что не стоит думать, что материя существует вне духа, дух вне материи, жизнь вне сознания, сознание вне жизни, поэтому он пытался выступить против жестких оппозиций материализма и идеализма. И когда он говорит интеллект и интуиция, он их противопоставляет, но он говорит, что интеллект это просто взгляд на жизнь извне жизни, а интуиция взгляд на ту же самую жизнь изнутри жизни, да, одна и та же лава, как сказал бы Гераклит, часто сравнивают еще Бергсон с Гераклитом, с его вот этим потоком, да, помните у Гераклита, путь вверх и путь вниз один и тот же путь, вот, так же и здесь, а время длительность, время переживаемое и время вот этой физики, при всей их противоположности, да, одно качественное, другое количественное, одно пережитое изнутри, другое посчитанное вовне, одно иррациональное, второе подчиняющееся причинам следствия, это в общем не две реальности, вот это очень важно понять, почему тут важен спиноза, например, да, это одна и та же реальность, просто увиденная с разных сторон, это, кстати, по предыдущему вопросу, да, о том, есть ли в застывшей лаве жизнь, то есть при всех оппозициях, на которых строится бергсоновская философия, они не абсолютны, он не дуалист, как Декар, он не говорит о двух реальностях, двух, он не манихеец, у которого вот есть тьма и свет отдельно, да, отделенный, вот отдельно материя, вот дух, нет, жизнь пронизана духом, да, мозг важен, но духовно не сводится к мозгу, а творчество несет в себе уже момент угасания инерции, но инерция несет момент возрождения, поэтому время длительность, и вот время физиков, это не совсем два принципиально разных времени, это просто взгляд на одну и ту же реальность с двух сторон, еще раз, тут надо очень важно понять, серьезно отнестись к той мысли, которую я высказал очень вскользь, о том, что для всех философов жизни, и для Бергсона, и для Ницше, и для Артегии Гассета, и для всех прочих, познание, вот, и в этом, кстати, радикальная постклассичность философии жизни, да, не просто какой-то кортезианский, там, или декантовский познающий субъект, который вне мира стоит и смотрит на этот мир, да, я уже приводил слова Артегии Гассета, нельзя смотреть на мир анонимным зрачком, познание, это уже процесс обладения миром, приспособления мира, да, то есть, вот это вот, так же, как Бергсон, как и другие философы Артегии, пытаются преодолеть субъект, объектность, материализм, идеализм, все вот это вот, дух, материя, их разрывы, противоположности, так же, он пытается преодолеть, вот, то есть, эти антитезы есть, но это именно две стороны одного, вот, вот про что я.